Значит, что касается камней Ики. Всем хорошо известна коллекция Хавьера Кабреры, собственно говоря, вот и в последней книжке издательства Концептуал я тоже о ней писал. Но нам удалось познакомиться с еще одной коллекцией камней Ики, которая практически неизвестна не то что специалистам, но и тем людям, которые занимаются этой темой. Потому что ее владелец, Дон Франциско, совершенно не торопится это дело афишировать. Значит, это, несмотря на такой бодрый вид, в общем-то уже пожилой мужик, ему за 70. Как и Кабрера, он по профессии врач. И он у себя дома собрал коллекцию из гравированных камней Ики, которые насчитывают порядка тысячи экземпляров. Но во всяком случае, когда я его спросил, сколько у вас, он говорит около тысячи. Естественно, что он их не считал и тоже не делал каталог, не ставил там номера, но он собирает их не одно десятилетие. Собственно говоря, он сказал, что в 1972 году он познакомился с Кабрерой. Тот его заразил этой тематикой и он начал собирать эти камни. Более того, по словам Дона Франциско, у них с Кабрерой был один поставщик. Только если Кабрера собирал одну категорию камней, то есть, недаром первое название было черные камни Ики, то Франциско брал только не крашеные камни, так сказать, камни родные. И он считает, что в его коллекции подавляющее большинство камней, почему подавляющее дальше вы увидите, это и есть настоящие камни Ики. А те, которые находятся в коллекции Кабреры, в большинстве своем, ну там 85-90% новоделы. Но опять-таки новоделы не те новоделы, которые делают сегодняшние крестьяне, а новоделы, как и в случае с мумией, сделанные древними перуанцами полторы-две тысячи лет назад, которые копировали более древние камни. И действительно, при сравнении двух коллекций, мне специалисту видно, что качество техники гравировки у Франциско выше, чем у Кабреры, сюжеты более сложные и более обильные, нежели у Кабреры. То есть, у Кабреры действительно копии или отдельные листочки из каменной летописи, а у Франциско, скажем так, более полная подборка вот этой вот библиотеки. К сожалению, очень маленький объем фотографий, потому что как мы приехали, собственно говоря, я не особенно рассчитывал на удачу, так 50 на 50, согласиться не согласиться, даже планировал это на последнюю неделю, когда основная группа уедет, но получилось так, что он согласился принять всю нашу группу, 8 человек, когда мы возвращались в Лиму. И это, значит, происходило в городе Писок, где он и проживает, и у него свой дом. И вот два часа он уделил нам, показывал свою коллекцию, рассказывал, сразу предупредил, что, ну, можете сделать по две фотографии, не больше, больше не фотографируйте. Когда я попросил сделать снимок, он так деликатенько, говорит, не надо. Ну, понятно, он с 72-го года, 45 лет собирает эти камни, как бы всю жизнь этому посвятил, 8-й десяток разменял, он пишет книгу на эту тему. Естественно, хочет, чтобы за ним было право, приоритета в обнародовании этой информации. А тут приезжает какой-то там заграничный публицист, нефига. Естественно, все это понятно, без обид, но в результате мы, кстати, собрал благодаря Сергею, Юле, несколько фотографий, которые вам и продемонстрирую. Вот, они все не очень хорошего качества, потому что, действительно, условий для съемки не было, поэтому, что смогли, то зафиксировали. У него есть, как бы, несколько категорий камней, то есть, как небольшого и среднего размера, как и у Кабреры, так и более крупных размеров, вплоть там до полутораметровых валунов. То есть, если у Кабреры таких всего 4-5, то у него их в три раза больше. Более того, на мой взгляд, подавляющее большинство камней, которые находятся в коллекции Франциско, из других горных пород, нежели у Кабреры. То есть, у Кабреры в основном гранит и андезит, вот такого серого цвета, большинство камней покрыто вот черной краской, чтобы оттенить рисунок. У Франциско все эти камни чистые. И, в общем-то, набор сюжетов такой же, как и на основных сюжетах, как и в коллекции Кабреры. То есть, это медицинские операции по трансплантации органов. Правда, некоторые детали, которые удалось разглядеть, так сказать, на бегу, показывают, что здесь гораздо более, не то что точная, а расширенная тематика по сравнению с вещами у Кабреры. Более подробно прописаны сцены. Сцены с летающими аппаратами, естественно, также типичные для комплекса камней Ики. С людьми с подзорными трубами, наблюдающими, так сказать, небесный свод. Люди и динозавры это само собой. Еще раз повторюсь, техника гравировки здесь максимально высокая. То, что я называю низким рельефом, хотя это не рельеф, а гораздо более хитрая техника. И такие камни составляют у Дона Франциско подавляющее большинство. При этом, вот, например, камушек средних размеров с изображением операции по трансплантации органов. В отличие от Кабреры, здесь, где все эти сцены одной группы людей, то есть один пациент, одна группа врачей. Здесь более сложная система построения сюжета. Здесь имеется еще вторая, то ли переливание крови здесь, скорее всего, идет. То есть, еще раз повторюсь, сюжеты в коллекции Франциско гораздо более развиты и гораздо сильнее, имеют гораздо высокий, более высокий уровень техники гравировки. Вот такие вот камни у него лежат в доме. Вот как раз в подвале сосредоточены валуны по кругу, покрыты резьбой, которые, так сказать, в общем-то, ну, не дал нам возможности их тщательно осмотреть. Ну, понятно, 8 человек, группа иностранцев приехала, собственно говоря, в родной дом. Если было 1-2 человека, естественно, на мой взгляд, ситуация была бы иная. Но, тем не менее, спасибо огромное, что хотя бы дал ознакомиться и разъяснил ситуацию и свои, так сказать, надежды на финал этой исследовательской, огромной исследовательской работы. Вот, так сказать, на его фоне, как выглядит комната с его валунами. Что интересно, значит, в его коллекции также имеются камушки, аналогичные камням в коллекции Кабреры, то есть, маленькая галечка с примитивными отдельными рисунками, покрытая черной краской, чтобы оттенить фон самих рисунков, чтобы это было лучше видно. Но он их даже не засовывает под стекло, а вот так они валяются на полке. И, что самое ценное для меня, наконец, увидел собственными глазами, собственно говоря, керамические скульптуры, которые повторяют основные сюжеты на камнях Ики. То есть, люди на динозаврах, хирургические операции, вот здесь вот, в левом нижнем углу и внизу. По словам Франциско, это новодел. Но здесь он не вдавался в подробности, типа, какой новодел, местные крестьяне или нет. Но я уверен, что это тот же самый новодел, как и... Нет, это именно о камбаре не напоминает, потому что вся иконография, она аналогична иконографии камней Ики. Собственно говоря, тоже в книжке я эти статуэтки... Впервые о них написал Деникин в своей книге, посвященную Перу, то есть «Загадки камней Ики» и рисунком Наски, которая вышла в конце 90-х. На русском языке она появилась в 2004 году в издательстве «Эксмо». Я ее купил через две недели после возвращения с первой поездки в Перу. Вот, к сожалению, немножко запоздала. Нет, там иные иконографические каноны, нежели в коллекции Акамбара. Вот эти фигурки из материалов Деникина. И подобные вещи мы увидели в коллекции Дона Франциско. Но я говорю, он не считал их... Ну, бог с ним. Не считал их подлинными и древними, но действительно, почему и Кабреро не выставлял их в своем семейном музее, а держал в запасниках? Потому что любой человек понимает, что если ты датируешь камни и соответствующую древнюю культуру возрастом 65 миллионов лет, привязывая их к эпохе динозавров, то любой здравомыслящий человек поймет, что керамика столько миллионов лет сохраниться не может. Ну и показывать ее совершенно не надо. Ну, я считаю, что это вещи, которые действительно изготавливались древними перуанцами, те же полторы-две тысячи лет назад. Они просто в керамических формах копировали изображения на найденных ими древних камнях с гравировкой, и также помещали их в свои погребальные комплексы. У Кабреро, по словам Деникина, в запаснике, так сказать, во внутренних комнатах хранится порядка двух тысяч подобных скульптур, но там тоже, судя по редким фотографиям, которым я видел, далеко не все эти скульптуры изображают там динозавры или хирургические операции. Более там 70-80% это просто типичные для культуры Наска и Ика антропоморфные скульптуры, сделанные в традиционной для этих древних перуанских культур манере. Редактор субтитров А.Семкин